здравствуйте уважаемые подписчики и зрители моего канала сегодня у нас в работе блок управления digifant 2 прислал нам его подписчик канала всегда горит светодиод на форсунке то есть форсунки всегда открыты я подключил на столе подключал вот по такой схеме то есть имейте ввиду что digifant и без резистора без сопротивления на датчик температуры запускаться не будут будет щелкать просто реле бензонасоса дальше старта не будет то есть резистор ставить обязательно я ставлю на 1 килоом этого хвата для старта значит что мы выяснили выяснили что был сгоревший транзистор по цепи место транзистора который здесь должен стоять это bd 647 мы ставим айгбт на выходе 20 амперный то есть его хватит надолго также мы меняем bc 618 и будем смотреть исправим сначала дорожки здесь они во многих местах оборваны и будем проверять на столе блок давайте запаивать транзистор и так первое что мы видим это выдран отсюда пистон на переходе то есть вот это вот дорожка она должна еще соединяться вот с этим так с каким у нас вот с этим она должна соединяться диодом то есть через обратную сторону платы здесь она оборвана дорожка и пистона в самой плате нет соответственно переход оборван нам нужно восстановить вот это соединение и поставить уже транзистор вставляем мы его вот сюда вот его место для начала нам нужно вот так вот его вставить вот и чуть-чуть снизу подогнуть чтобы ножки немножко были с наклоном чтобы нам застегнуть потом это все и давайте сейчас будем паять его здесь там надо соединить вот эту дорожку с вот этим контактом диода мы берем загибаем ножку транзистора чуть-чуть мы его обрежем сейчас чтобы она под нее зашла самое главное буквально чуть-чуть вот так вот и теперь можно ее вставить под эту ножку чтобы хорошо припаять это управление токи здесь небольшие поэтому здесь сейчас пропаяем еще у нас вот здесь дорожка сбита вот вот это место немножко зачистим сейчас это как раз на управление идет коллектор используем американский flux плюс немецкий припой и давайте с вами сейчас пропаяем эти места вот таким вот образом все у нас пропаяно и теперь средний контакт транзистора пропаиваем здесь у нас остается дорожка которая не соединяется с этим здесь мы будем сейчас сделать с помощью вот такой проволоки она луженая и посеребреная и теперь нам нужно запаять ее вот на этот контакт на наш транзистор обрезаем вот так все это будет выглядеть с проволочкой теперь давайте посмотрим на другую сторону вот сюда вставляем щуп и смотрим на конденсатор да все контакт у нас имеется значит пистон в переходе целый так транзистор мы заменили восстановили дорожку теперь давайте проверим диод который у нас защищает массу диод пробит насквозь как мы видим и так диод сейчас будем менять берем оплёточку и все диод можно вытаскивать так вытаскиваем его вот он у нас наш сгоревший диод элементы транзистор диод мы поменяли давайте проверим будет ли работать наш блок это форсунки это катушки бензонасос включаем форсунка сразу дает нагрузку нагрузка один ампер у нас внутри встроена форсунка сам блок по себе работает а вот форсунка всегда открытая мы видим это давайте проверять дальше дальше какая-то цепище накрылась после транзистора сейчас включаем блок и тестером смотрим на базе у нас получается 7 вольт 690 то есть у нас получается что транзистор всегда открыт именно поэтому у нас и включена форсунка всегда то есть транзистор мы заменили он был плохой диод тоже заменили ищем дальше что у нас дальше происходит так на управление этим транзистором выходным мощным у нас состоит транзистор bc 618 и у нас получается что база эмиттер всегда замкнутые то есть транзистор не работает соответственно этот транзистор всегда открыт значит где-то в плате у нас еще какие-то элементы сгорели первую очередь первую очередь управлять вот этот контроллер системой впрыска бензонасосом и так далее давайте мы прозвоним на какие ноги конкретно идет у нас от базы транзистора bc 618 вот мы просто берем и ведем здесь у нас видим здесь у нас видим значит чтобы нам исключить эти элементы мы берем кусачки эти ноги которые у нас звонятся просто поднимаем вверх и теперь проверяем опять же базу эмиттер звонятся ли они у нас теперь вот теперь они не звонятся значит проблема у нас именно вот в этом процессоре сейчас мы его поменяем и попробуем вновь запустить блок вот сейчас замыкания нет все тестер молчит выпаивать проще всего вот откусываете ножки с этой стороны потом их просто извлечем из отверстий потому что там стоят пистоны их очень тяжело отпаивать а так мы возьмем просто процессор вот этот и перегибаем и вот он у нас в руках сейчас мы будем прогревать и каждую эту штучку вытаскивать все очень просто вот так вот нагреваем и тянем вот пожалуйста отпаянная ножка и так каждую нагреваем и вытаскиваем вот так мы отпаяли весь процессор теперь мы берем оплетку оплетку используем вот такую японскую и подготавливаем место для пайки вот такие отверстия у нас аккуратные получаются вот мы поменяли наш процессор поставили аналог здесь у нас идет 80 а 39 а мы поставили вот такой вот кр 1816 б 39 вот так аккуратно мы все распаяли и сейчас будем припаивать на место плюс мы уже положили и и теперь давайте берем припой и каждую ножку пропаиваем просто подсовываем припой греем получше чтобы пропаялась все потому что там переходы необычные как сейчас на современных платах а пистоны стоят поэтому чуть побольше надо подержать чтобы она пропаялась и та сторона и это припой легкоплавки температура паяльника 295 градусов каждую ножку мы пропаяли качественным припоем качественным флюсом вот такая у нас пайка получилась давайте сейчас подключим его и посмотрим замыкает ли у нас выходной транзистор на форсунку поставили айгбт 400 вольт 20 ампер ну давайте теперь пробовать как у нас работает блок обязательно привить его внимание что без датчика температуры то есть вот мы по схеме посмотрим вот он стоит эти блоки не запускаются то есть вот сейчас я отключил датчик температуры 1 килоом я поставил сюда резистор и посмотрим что сейчас будет бензонасос срабатывал сработала сразу же погас даем генерацию все у нас не бензонасос не работает работа только катушка и форсунка тоже не работает а вот теперь давайте попробуем этот резистор подсоединить то есть вот сейчас я его поставил между вот этими контактами смотрим что происходит теперь насос включился задержкой как положено и включаем коленвал вот все работает с датчиком температуры так что имейте ввиду таким образом мы починили блок digifan 2 работа выполнена выполнена успешно блок сегодня уезжает нашему подписчику пускай он заводит машину и кататься на здоровье всем всего самого наилучшего хороших клиентов много интересной работы с наступающим вас новым годом и самое главное чтобы у вас всегда было крепкое крепкое здоровье а а а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok